Теперь песня чуть более старая, также еще не заблесневелая. У нее есть история и у нее есть эпиграф. История у нее такая, что, ну, я много раз сталкивался в своей творческой практике с тем, что как ты песню напишешь, так потом тебе и аукнется, грубо говоря. И с теми вещами, которые ты напишешь в своей песне, ты потом встречаешься в жизни. И вот какое-то время назад я имел неосторожность написать несколько песен, где лирическому герою приходится не сладко. Потом горько пожалел об этом и решил с тех пор таких песен по возможности не писать, а чтобы восстановить космическую справедливость, написать песню, в которой все хорошо. И эпиграф у нее такой, как говорил друг наш Лейбниц, все к лучшему, в этом лучшем из миров. В этом лучшем из миров я так жив и так здоров, так блажен и не страдающий от житейских катастроф, так харизмой наделен, так бесстрашен и силен, так успехом избалован самоводенческих пелен. В этом лучшем из телес я могуч, как Геркулес, обеспечен в норме печень, в норме возраст, рост и вес. Я прекрасен и эритит, излучающий позитив, я так радостен и светил, свет с тобой обогатил. В этом трезвенном уме, словно лампочки во тьме, гениальные идеи на возвышенный предмет. Я так вдумчив и глубок, и смирен, как голубок, Но, имея мудрость, я расплету любой клубок. А в этой пламенной груди вдохновенья пруд прудит. Я же великого глашатой, а не лох какой поди. Дух мой бодро взглядел чист, и кладя словно на лист, Я так радостен и светил, и совсем не эгоист. Моя миссия проста, я сияю, как звезда, указую всем стезю я в очень верные места. С супостатами в бою я за истину стою, Рву их в клочья днем и ночью, и совсем не устаю. Ведь я брачник доброты, все мне сестры доброты. Мои действия и мысли так возвышенно чисты, Счастьем ближних дорожа и всевышнему служа. Я так радостен и светил, и ни разу не конжал.